А перед началом видео рекомендую заглянуть на канал Lark Game Rus, и хоть канал пока что совсем молодой, автор канала уже обладает отличной подачей, и его действительно интересно смотреть. В данный момент на канале вы можете найти Darkwood и Destiny 2. В общем, поддержите автора подписка, и действительно того стоит. Всем привет, и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в The Escapist 2, и сегодня мы сбежим из всех транспортных тюрем быстрыми способами, но не теми, которыми я уже проходил на видео. И здесь мы сбегали с помощью лошади, то есть две ручки находили, носовой платок, и делали обманочку для лошади. В данном варианте мы попробуем несколько иначе поступить. Так, пока охранник немножечко бежит в эту сторону, мы сами побежим в другую. Здесь у нас лошадка. Для другого способа нам нужна добыть два лома, скотч и веревку. Так, пока что лома нет, но хотя, кстати, молоточек нам может понадобиться, чтобы охранника рубануть. В идеале это сделать сразу. Вот, железный пруд давай лучше возьмем. И пошли попробуем рубануть охранника с помощью железного пруда, чего бы и нет. Иди-ка сюда, братюнька. Что нам дает врубание охранника? Возможность переодеться в его одежду и спокойно лутать все, что угодно. Поэтому мы это делаем. Все. Теперь как бы немножечко подождать, пока спадет уровень подозрения к нашей персоне. И совсем спокойненько можно будет все пролутывать. Так, тут ни черта нет. Так, все, валим. Побежали, ну, как бы в другую сторону. К другим вагонам. Скорость вашего прохождения в таких тюрьмах очень сильно зависит от везения. Потому что, ну, очень сильно должно повезти, чтобы все прям максимально близко было. То есть в плане необходимого вам лута. То есть сейчас мы нашли пока что ничего из того, что нужно. Поэтому продолжаем искать. Надо вообще в столик скинуть. Так, подожди. В мета-столике редко что бывает. Бывает в основном какой-нибудь адреналинчик. Можем взять аптечки. Ну и как бы все. Значит, все, что нам нужно, оно будет сосредоточено в этих столиках. Потому что в левую сторону мы уже все просмотрели. Да, нам понадобится ломик. Там, кстати, был носовой платок для другого побега. Охрана нас тут уже не будет особо фокусить. Им пофиг. Так, что-то там подозревают. Так, два лома. Остался скотч и веревка. И, в принципе, мы можем бежать. Что получится достаточно быстро. Так, так, так. Вот, кстати, лестница на второй этаж. Нам надо будет здесь подняться. Веревка подъехала. Остался скотч. Я думаю, скотч у нас где-то вот здесь вот в ближайших столиках должен быть. Давай, вот в этом столике скотч, ты можешь. Все, скотч подъехал. Отлично. Что мы делаем? Мы делаем вот так. Мы делаем вот так. Все окей. Берем в руки захватный этот крюк. Нас по-прежнему не замечают, потому что мы приоделись. Так, и где-то здесь нам надо подойти к краю. Так, подожди, а где? Где-то, где-то, где-то здесь было. А, к этому краю, да, вот бежать. Так, давай только беги. Ну и все. Сбежали. Так, где я? Э-э-э-э. Плевать, где-то. Итак, это первый побег. Второй побег у нас из вот этой вот тюрьмы, которая на корабле. И нам желательно бы тоже охрану сразу рубануть. Для этого ищем что-либо. Ну, либо пытаемся вывозить на кулаках тут, как повезет. Так, ну, возможно, нам бревна и хватит. Погнали. Иди сюда, говнарь. Давай. Потому что это самый лайтовый способ, по факту. Так. Ой, ёпта. Какой ты жесткий. Есть контакт. Ключик у него еще, но нам это не особо сейчас нужно. Опа, забираем. Так, переодеваемся сразу. Раз. Немножечко отдыхаем и бежим. Нам потребуется самодельный дыхательный аппарат. Это баллон, вот этот провод, шланг и скотч. Скотч у нас уже есть. Скидываем, скидываем. Так, еще раз взглянем сюда. Потому что я мог нечаянно что-нибудь скинуть. Так, все вроде бы хорошо. Здесь у нас пока нет возможности, необходимости порыться. Давай побежали сюда. Сюда мы как бы пофиг. У медичек может быть что-нибудь, типа шланга, наверное. Две дубинки. Нам не особо интересно. И уже в костюме, да, видите, мы можем довольно-таки лайтово тут лазить. Так, давайте на верхний этаж. Вертолет это не для нас. Мы же ищем баллоны и шланг. И как бы валим отсюда. И теперь как бы все будет заключаться в том, насколько нам сильно повезет. И как быстро мы все это найдем, безусловно. Давай, 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 давай. Так, кислородный баллон подъехал. Остался этот шланг найти. И как бы все будет готово для нашего побега. Надеюсь, где-то здесь. Тут, по крайней мере, сразу два столика. И тут еще столик. Вполне себе вероятно. Вот он подъехал. Делаем кислородный набор. Вот у нас самодельный этот наборчик. Имеется теперь. Ну и просто бежим. Бежим, выходим на палубу. Где-то у нас там есть доступ. Так, не здесь. Получается, где-то вот в этой стороне. Побежали. Нас немножечко в чем-то заподозривают. Но нам абсолютно на это плевать. Мы бежим отсюда. Изолента и трубка. Что может пойти не так? Ушел. Так, сразу дельфины к нам привелись в компанию, да? Ну и очередной побег. Ну и воздушная тюрьма. Здесь самый простой способ будет именно, что побег с парашютом. Самый быстрый по факту. Для побега с парашютом нам надо три веревки. И нам надо одеялко. Берем сразу одеялко. И остается найти максимально быстро три веревки. Потом сюда спрыгнуть. Заманиваем чувака. Ай. Есть. Традиционно наше начало дня. Переодеваемся. Одеваем дубинку. Немножечко восстанавливаемся. Отдыхаем и бежим. Так, перевели дух. Отдохнули. И давайте двигаться. У нас единственное, что уровень подозрения пока же достаточно высокий. Но мы пока что аккуратненько вот здесь вот пролутаемся. Нам надо всего лишь найти три веревки. Такс, такс, такс. Это не похоже на веревки. Окей. И я бы, наверное, вот этот скинул. С абсолютно лишнего. Такс. Здесь где-то тоже есть, поскольку я помню, стольчик. Это вот этот вот. Давай его обыщем. По-прежнему без веревок. Окей. Так. Он там немножечко что-то заподозрил. Но это не суть важно. Мы можем пока что вот сюда еще пробежать. Есть и способов побега. Это саботировать. Самолет. Но мы просто улетим. Так, веревка подъехала. Первая. Ищем дальше. Самое важное, это, конечно, разжиться костюмом охранника. И тогда можно абсолютно быстро и спокойно повсюду пробежать. В принципе, эти тюрьмы, они достаточно легкие. И каких-то суперсложностей в побеге не возникает абсолютно. Так, подожди. Что-то я не то нажал. А, блин, нету ничего. Показалось. Ладно, валим. У медичи, конечно, может быть веревка, но это не точно. Так. Ты что за мной бегаешь? Ты что за мной бегаешь, парень? Видишь, я ищу веревку. Полюбасу в каком-то из этих ящиков. Я вот прям чую. Гадалки не ходи. Так, скотч немножко не то. У нас две веревки есть, да. Хора за мной ходить. Что за гомосятина-то на самолете? Ходишь тут и топчешь, и топчешь тут за мной. Мудила, а? Что ж ты меня калишь-то? Где вы спрятали третью веревку? Ну, тут да, чистый рандом. Повезет, не повезет, конечно же. Иногда можно сразу просто найти, и у вас там буквально там минуту займет все это дело. Это будет очень простым тогда побегом для вас. Но иногда не везет, и приходится бегать, и бегать, и бегать. Так, ну, какой-нибудь мудак сейчас за вами прицепится и будет бегать. Что достаточно странно, конечно. Но тут уже ничего от вас не зависит. Все, крафтим, получается, три веревки. Парашют. Одеваем парашют. На втором этаже нам надо в самый-самый низ сбежать, и с правой стороны будет открытая дверь, с которой мы прекрасно можем сбежать. Ок, ну, и глубокий вздох. Теперь медленно выйти. Куда-то улетел. И это был наш третий достаточно быстрый побег. Но, опять же повторюсь, все зависит от того, чтобы как вам повезет в плане нахождения вещей. И плюс я пытался теми побегами бежать, которыми я не бегал, по крайней мере, на видео. На стримах мы уже сбегали. Вот. И залог успеха. Разживайтесь одежды охранника, и потом спокойно бегайте, лутайте то, что вам нужно. Сбегайте. Профит. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok